Самая красивая Назад, как небо синий Одинокая ночами засыпаешь Но ты просто еще не знаешь Что ты самая красивая В Москве 18 часов Студия 89,9 Концертный зал с Александрой Хайрулиной И Романом Шаховым Здравствуйте, друзья Мартовское весеннее настроение Витает сегодня в эфирной студии Телерадиоканала «Страна.ФМ» По традиции в это время Здесь Александра Хайрулина Роман Шахов Мы вас искренне приветствуем И, конечно, с радостью сообщаем Что сегодня концертный зал Имени Алены Сверидовой О, друзья Ален, добрый вечер Спасибо за переименование Этой студии в концертный зал Ну, пора уже давно Давно И достойно, мне кажется Концертный зал Уже какой-то хороший Очень концертный зал Носить ваше имя Вы думаете? Я думаю, да И табличку прибьют Как положено Бортретом Конечно Все как положено Друзья, сегодня Алена У нас пришла Сама с гитарой еще И с гитаристом Я не одна пришла У меня кузнец Как это, в общем-то, вводится Ален, рассказывайте Представьте Жень Тарутаев Вот мы с ним целый год Играем вот эту акустическую программу Он классный гитарист И отличный приятель Жень, привет Добрый вечер Он без микрофона Я буду У нас все слушатели и зрители Читают по губам Примерно уже около года Ален, вы выступаете С акустической программой Да Уже в разных клубах На разных концертных площадках Очередной концерт Грядет Он будет 25 марта Да Давайте скажем Потом еще раз напомним Да, дорогие друзья А пока мы не забыли Раньше Мы пришли в эту студию Не будем кривить душой 25 марта Приходите, пожалуйста В клуб Мецфорта К восьми часам вечера И вот мы будем играть вдвоем Еще с нами будет басист Вот на бас-гитаре И это будет очень весело Душевно Но как это будет Вы, в общем, можете сейчас Даже посмотреть Чтобы точно знать На что идете Конечно Что ожидаешь, очевидно Скажите, пожалуйста Алена, ожидали ли Ваши поклонники Что вы все-таки Решите сделать Акустическую программу Ох, я не знаю Или просили Нет, никто ничего не просил На самом деле Я хочу сказать Огромное спасибо Константину Никольскому И моему директору Игорю Артемкову Потому что идея Она возникла Когда Игорь меня пригласил На концерт Константина Никольского С которым тоже Он работает И вышел Костя Один с гитарой И провел Весь концерт Потрясающе И меня такая Задавила артистическая жаба Черт, я тоже так хочу Это вызов определенный И после концерта Говорю, Игорь Так классно вообще Так, конечно, здорово Он говорит Так, а что тебе мешает Возьми да и сделай Вперед Да, гитара в руки И на самом деле И Костя Никольский Поехал со мной в магазин И мы купили там Вот эту самую гитару Вот оно что И в общем И дело завертелось Дальше Костя, кстати Посоветовал вот Женю Как второго гитариста И, собственно говоря Вот вся эта история Потом появился басист Появился басист, да Сначала контрбасист И басист мы их так меняем Вот И еще, конечно, есть у меня мечта Чтоб у меня на бэках Пела какая-нибудь красивая девушка И она одновременно еще Была перкуссионисткой Как интересно Есть ли конкурс какой-то? Можно ли записать девушку? А вот мы сейчас объявляем Девчонки, кто хорошо поет И у кого хорошее чувство ритма Записывайтесь к нам в кружок А в социальные сети встречаться Алена Да Но ведь на самом деле На этом вы не остановились Акустическая программа Успешно выступает И с ней на разных концертных площадках Наверное, еще и записывается Альбом акустический Правильно? Да, друзья мои На самом деле Получается очень интересная история Потому что Вот, например, все Такие Ну, не старые Но, в принципе, известные Ну, и не будем кривить душой Хиты Старые песни Проверенные временем Алена Да Оказывается, их можно играть Вот так Вот вы сегодня услышите И они обретают Совсем по-другому Совсем другую жизнь Они, кстати, как писались-то Наверное, так же? А вот так они и писались Действительно Они вернулись Под гитару А потом Мы уже в свете того времени Делали аранжировки Ну, а сейчас, вы знаете Когда ты играешь Только на акустических инструментах Песня обретает какую-то такую Ну, хорошую классичность Потому что гитара Она всегда модная Она не может испортиться Как там группа Eagle Сыграет в свой отель Калифорнии И она каждый раз Только гитар Все больше и больше Да, да Ну, звучит она все время Современно Не хочется что-то добавлять В общем, претендую На бессмертие В таком виде Отлично Ален, мы просим уже Тогда исполнить что-то Давайте начнем Ну, да Не будем долго говорить Первая песня концертного зала Давайте уже, наконец, облажаемся Алена Саверидова Концертный зал Страна ФМ Нет Давайте мы сейчас, Женька Мы сыграем песню Которая называется Существо Она очень подходящая По погодным условиям Друзья Интересно Потому что, наконец, Вся эта бодяга закончилась Как мне кажется Раз, два, три, четыре В огромном городе Порохом, шорохом Снежным ворохом Закончится февраль Сукропы снежные Рыхлые, грязные И безбрежные Растают, как печаль И так захочется тепла И ты поймёшь, наверное, тут Что такое существо для тебя Такое существо — это я Я Что такое существо для тебя Такое существо — это я Я И голоса небес За зиму севшие Надоевшие Спают нам обе сне И солнце бедное Бледное, вялое Небывалое Протянет лучи к мне И так захочется тепла И ты поймёшь, наверное, то Что такое существо для тебя Такое существо — это я Я Что такое существо для тебя Такое существо — это я Я, я такое существо для тебя Такое существо только я Я, поверь мне, я такое существо для тебя Такое существо только я Я, я для тебя Только я для тебя Только я, только я для тебя Ух ты! Этот голос уносит в параллельную реальность Где бродят единороги и парковые бабочки Абсолютно согласна Алена Сверидова, программа «Концертный зал» Телерадиоканал «Страна ФМ» Обожаем ваш голос, Алена, правда Он настолько обволакивает Женя Трутаев Остался без аплодисментов Аплодируем, да Петр Иснаевич, на самом деле я тебе знаю Надо Константину Никольскому тоже говорить спасибо бесконечно Вам всего прочего за его, Андрея Никольскому Константину, да Ну что вы меня запутали, конечно Помимо его творчества Надо еще спасибо говорить За то, что вдохновила и Алена И кстати, он, знаете Костя, спасибо тебе большое Если ты нас когда-нибудь увидишь Увидишь Я очень рада, что Ты всегда смотришь Вот какие-то наши эфиры Где мы играем Всегда потом Мне звонишь И всегда хвалишь Это очень приятно А важно вот так вот, да? Конечно, важно Похвала Конечно, мы же очень в себе на самом деле У нас такие крайности Либо нам кажется, что мы гении Вот прямо все Либо кажется, что мы просто полные А от чего это зависит, Алена? Вот когда ощущение, что Солнечная активность Вырастает И когда ощущение, наоборот Чувствуешь неуверенность Звезды, да? Ну звезды, да Вот даже не знаю Погода, все, да Может повлиять Погода Вдруг ты начинаешь думать И понимаешь, вот великие такие, например Пака де Луси Я не Пака де Луси Хочу Думаешь, нет Я все-таки Г А потом на кого-то попроще посмотришь Ты думаешь, что я А потом думаю Надо же использовать Те возможности, которые у тебя есть В конце концов А в детстве Какие были примеры, Алена? На кого хотел сравняться? Может быть, родители какие-то прививали, да? А, в детстве Ну вы знаете, я в детстве Очень любила бардов Мои родители их слушали И я тоже слушала Вот Висбора Никитиных Вдольский Да, и в принципе Это было то, кстати С чего я сама начала Тоже играть на гитаре И петь песни Потому что Папа играл? Нет, нас никто не играл Но я у папы попросила гитару И он мне купил За 15 рублей, я помню Я была очень счастлива После 7 класса ГДРовские переводилки были на ней? Нет, я не мешала Извините, расскажем Что папа Алена военный летчик Да, папа военный летчик А мама филолог пообразовала Мама филолог Всю жизнь отработала на телевидении И я на самом деле Вот с детского сада Там болталась по этим студиям И поэтому, когда приехала в Москву Все удивлялись Почему я себя настолько комфортно чувствую Перед камерой Это Керчь, Минск? Где это? Нет, это Минск В Керче я только родилась И, собственно говоря Там жили и живут мои родственники Туда я приезжала А в Минске уже была школа И училище музыкальное? А в Минске была школа И педагогический институт Муспед-факультет И первая работа При каком-то заводе Там мне сейчас было И все ошибиться Да А давно я еще когда Руководителем Быть целого кружка вокалов Руководителем вокальной студии В студии Я была И то есть вот Ну люди, которые работали На оптико-механическом заводе Они после работы приходили И вот я их учила там петь Играть И потом мы выступали На всяческих заводских там Конкурсах самодеятельности Нравилось ли вам тогда Вот именно преподавать Именно учить людей петь Ставить эти номера Ставить эти номера Культмассовый сектор Культмассовый сектор, да Ну давайте еще одну музыкальную нотку Внесем тоже в нашу программу Да, давайте, друзья Песня называется «Самолётик» Она, в общем, тоже такая Относительно свежая Краткое содержание Не держите ничего плохого при себе Отпускайте А это важно Уметь сделать Раз, два, три, четыре Ты мне казался другий Ты мне казался не таким, как все Касался взглядом меня От твоего огня Я загоралась и сгорала Ты мне казался другим Ты мне казался не таким, как все Подставил сразу плечо И руку дал, еще сказал Чтоб я тебе доверяла Ну и что, что из этого вышло Я не буду жалеть Просто вырву листок И пущу самолётиком С крыши на восток Ну и что, что из этого вышло Я не буду жалеть Просто вырву листок И пущу самолётиком С крыши на восток Ты мне казался другим Ты мне казался не таким, как все Но оказался чужим Система, картина Не совпадала Ты мне казался другим Но оказалось всё совсем не так Ты просто юзал меня И я ты от дня всё понимала Понимала Ну и что, что из этого вышло Я не буду жалеть Просто вырву листок И пущу самолётиком С крыши на восток Ну и что, что из этого вышло Я не буду жалеть Просто вырву листок Просто вырву листок И пущу самолётиком С крыши на восток Саша, подпевайте Ну и что, что из этого вышло Я не буду жалеть Просто вырву листок И пущу самолётиком С крыши на восток Ну и что, что из этого вышло Я не буду жалеть Просто вырву листок И пущу самолётиком С крыши на восток Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Только в программе «Территория машин» И больше нигде Мы расскажем вам об истории скорой помощи О новых правилах для гаишников и дорогих сосульках Это и многое другое каждый будний день 8.30, 10.30, 17.30 и 19.30 Страна ФМ Ваша территория машин Мы умеем заводить Тер-тер-тер Студия 89,9 Концертный зал Дорогие друзья, если сегодня вы заметите, что световой день стал гораздо больше Знайте, почему это происходит Сегодня в концертном зале Алена Свиридова Ален, спасибо большое Алена с Евгением Сегодня мы слушаем чудесные песни под гитару И, между прочим, только что Алена нам продемонстрировала Как это называется? Художественный свист Я даже могу танец саблями просвистеть А можно вас попросить, правда? Я даже не представляю Если не знаю Достаточно? Фантастически Как? Я впервые это слышу, честное слово Это мы обучаем где-то? Нет, это на улице обучают Ален, ну это же какое-то время Время же нужно для того, чтобы достичь этого уровня или нет? Тренировки Ну нет, я не знаю Как-то оно само по себе свистит Но зато я не могу свистеть вот громко Мне все хотелось научиться, но не получается так Художественный свист Игра на гармошке В гармошку забыли сегодня, дядя Ах, как жалко Нет песни для гармошки Фортепиано, рояль и гитара Что-то еще, может быть, есть, чем владеть Алена Свиридова? Мы не знаем Да, Лев Толстой Любил играть на балалайке, но не умел Нет, ну в принципе Любой музыкант, он в принципе может на всем чуть-чуть поиграть Поэтому, конечно, я заканчивала как пианистка И в этом я наиболее, наверное, актуальна Вот, гитара, второй инструмент Гармошка, которая очень любит Гармоника, надо правильно говорить Вот, кубная гармоника И еще я могу извлекать несколько красивых звуков на блокфлейте Вот Несколько, это сколько? Ну, какую-нибудь простую мелодию, в принципе, я всегда могу сыграть Но так сказать, чтобы я занималась, то нет Алена, вот сейчас очень модно еще у некоторых артистов Стала делать спектакли Моноспектакли То есть какой-то небольшой состав Человек стоит на сцене Поет в своей песне и рассказывает Вот, например, у Валера Сюткина очень скоро Будет подобный спектакль «Откровения» Дмитрий Маликов удивил тоже У него какая-то череда грядет спектаклей Есть идеи такие у тебя дальше После акустической программы у вас, простите Перейти на... Во-первых, можно на «ты» это раз А во-вторых, ну это правильно Потому что вы заметите, что моноспектакль уже делают артисты, которым есть что сказать Конечно, конечно То есть в песнях вроде бы мало, ты можешь высказать Хотя по мне я наиболее искренне, не то что наиболее Ну, в принципе, по моим песням можно составить полностью мой психологический портрет Это еще одна возможность действительно что-то сказать, что недосказано Поскольку я все-таки даже работала актрисой Конечно, было бы это тоже интересно Но, может быть, мне бы больше даже было интереснее сделать какую-то чисто актерскую работу Ну, такую вот уже большую Есть предложение? То есть минимум песен, да? Больше актерской игры Больше прозы Ну, давно это было Я вот отработала два сезона в театре «Школа современной пьесы» Вот, ну, потом больше предложений не поступало Вселенная, ты меня слышишь? Я хочу быть актрисой Конечно, конечно Ну-ка, давайте Еще хочу писать музыку, кино Тоже заявку посылаю Все, Лена, прекрасные стихи Рассказы написаны потрясающе Стихи читаю хорошо Книга, чемоданное настроение, да? Выступаете вы же с чтениями литературными такими? Ну, я выступаю, да, с чтениями литературными Вот есть такие беспринципные чтения, пионерские чтения В общем, я там тоже читаю Ну, знаете, у меня в детстве мама ходила в магазин Мне, наверное, было год четыре Она меня ставила на прилавок И я уже тогда развлекала публику Мне это очень нравилось Пока очередь или что? Да, пока она там что-то ходила По твоенному городке Раньше не было смартфонов Можно было ребенка поставить И ребенок в сей очередь развлекал И, собственно говоря, вот мое предназначение Мне было ясно уже тогда Вот, честно Мне вот хотелось людям доставлять радость Вот таким способом Как-то их развлекать Нам очень нравится, что вы сегодня у нас в гостях Я буду вас развлекать Мы ждем песню очередную И терпение в следующей песне Так, какая песня у нас следующая А, отлично, у нас песня Которая называется «Я слишком много знаю» Я знаю про то, я знаю про это Я знаю про зиму, я знаю про лето Я знаю про осень, что дышит у нас за спиной И то, что ты вряд ли надолго будешь со мной Что свет уходя выключать обязательно Лучше проверить все обстоятельно Я знаю, что знаю тебя лишь коротких два дня И то, что ты вряд ли серьезно любишь меня Просто я слишком много знаю Я слишком много знаю Меня пора убить Просто я слишком много знаю Я слишком много знаю Я слишком много знаю Но так хочу любить Так хочу любить Так хочу любить Так хочу любить Я знаю, что будет в конце нашей встречи Я знаю, куда заплетет этот вечер Я знаю, что знают тебя лишь коротких два дня Я знаю, случайные связи не для меня Я знаю, что скажешь ты мне на прощение Я знаю, что стоит твоё обещание Что ключ повернётся, и ты облегчённо вздохнёшь И, может быть, больше уже никогда не придёт Просто я слишком много знаю Меня пора убить Просто я слишком много знаю Меня пора убить Просто я слишком много знаю Но так хочу любить, так хочу любить Хочу любить, так хочу любить, так хочу любить. Я знаю про то, я знаю про это, я знаю про зиму, я знаю про лето. И знания нас обведут неизвестно куда. И было бы лучше тебя не узнать никогда. Просто я слишком много знаю, я слишком много знаю. Меня пора убить. Просто я слишком много знаю, я слишком много знаю. Меня пора убить. Просто я слишком много знаю, я слишком много знаю. Но так хочу любить, так хочу любить, так хочу любить, так хочу любить, так хочу любить. Просто я слишком много знаю. Страна ФМ Все к лучшему Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов Друзья, программа концертный зал продолжается на телерезе Канале Страна ФМ У нас сегодня в гостях Алина Сверидова, Женя Мы слушаем песни под гитару Художественный свист периодически появляется в композициях И это потрясающе совершенно Все еще недостаточно пения птиц на улицах И вот сегодня Алена нам еще и удовольствие доставляет Алена, член Союза писателей Уже достаточно долгое время Заслуженная артистка России Ну, с этим все понятно Кстати, народное будет? Я не знаю, это уж народ решает, наверное Ну, бездаконно народ Народ, который решает, смотрит и слушает страну ФМ Да, вот народ, который решает, пусть решит А что дает Алина Сверидова членство Союза писателей? Есть какие-то реальные очевидные плюсы какие-то? Ощутил? Да нет, но скорее всего просто приятно ходить в хорошей компании, если честно А есть почетная какая-то? Да, есть корочка Корочка, да? Еще я хожу в Союз писателей обедать Да, по очень дешевым ценам Вот, Александр, зря мы с тобой ничего не пишем Вот, именно из-за этого, да Ну, Алена у нас входит еще в еще очень серьезный совет Член, Алена, общественного совета по строительству Крымского моста в Керчене Ну, вы знаете, я наблюдательна, я наблюдаю Контролирую? Контролирую процесс Когда все-таки его построят? Ну, как обещали, это построят Должны в 18-м построить Отдыхать с семьей? Он еще ждет один из первых Не хочу поехать в Крым Ну, на самом деле, нет, мне кажется, все будет хорошо И это будет грандиозное такое сооружение Я потому что ползала, там смотрела, все очень так Все гаечки, все закручено Все, да Как там все это сделано Как это... Там, на самом деле, эта свая набивается на 100 метров Представляете, вниз Ну, это, конечно, невероятно Вот, они вот, огромные эти сваи Их там, ну, в общем, конструкция такая внушает доверие Техника, которая там тоже очень классная Объем работы колоссальный, конечно, это все абсолютно верно Куда в Крым поехать? Ну, у меня дача в Керчи уже, как бы, несколько, уже 5 лет, да И это мой родной город Там живет моя сестра и брат двоюродные И, собственно говоря, там мне очень нравится Это восточный Крым И там хорошо, что там два моря, получается И Азовское и Черное И это очень... Можно выбирать Можно выбирать, да Они разные, на самом деле Анна, невероятно лучезарная улыбка, конечно, смотришь И хочется прям, чтобы это все оставалось Продолжалось, продолжалось как можно дольше Искренне говорю И очень удивилась, когда узнала в интервью в каком-то Что ты признаешься, что в детстве мечтала в Суворовском училище учиться Да То есть желание это было, что в итоге? Воевать, командовать, маршировать? Подсанкой было, наверное Нет, нет, я была подсанкой, все правильно Да, вот И поэтому, насмотревшись всяких фильмов Меня тянуло на геройство Мне хотелось... Подвиги совершать Да, да Ну, такая вот жизнь героическая меня привлекала И поэтому, конечно, самое лучшее место, как известно Это Суворовское училище для удовлетворения таких амбиций Ну, сейчас Алена мама кадета, правильно? Да, сейчас я свою мечту на своих детях Как нормальные родители Как нормальные, действительно Гриша, 14 лет, мы поговорим о нем, да? 13, да, пока еще Пока вот будет в ноябре Нет, им только вот исполнилось январе 13, поэтому он еще свежий тинейджер Хорошо, поговорим обязательно о кадете, о свежем тинейджере Послушаем песню прежде Ура Нам нужно просто успеть обязательно Все, очень хочется послушать все песни, которые приготовлены А вы будете подвивать? Вам пусть не выключают микрофон Алена, мы объясним на самом деле тебе Мы очень хотим петь Но дело в том, что у нас потом съемки этой программы используются в эфире То есть в линейном эфире А, понятно Да, мы можем просто подворчить И не все умеют петь Я уже краснее говорю про себя Вот, кстати, вот эта песня, она посвящается всем тем, кто учился в музыкальной школе Вот, и всем музыкантам, которые когда-либо играли в ВИА Школьном Когда время гудит и пульсирует венах Когда долгая ночь замурована в стенах Набираю тебя, назначаю встречу на вопрос Зачем? Ничего не отвечу Просто в сердце стучит хэт малый И бочка в голове засела глупая строчка Главное, видимо, в том Главное, видимо, в том Главное, видимо, в том Главное, видимо, в том Чтоб тебя понимали Но ты ответишь, чтоб давно не брал в руки Гитару для таких поворотов Ты уже слишком старый И прошли времена, когда вы зажигали И поверь, малыш, там было всё хали-гали Там на танцах играли такие команды Что девчонки целовались по самые гланды Главное, видимо, в том Главное, видимо, в том Главное, видимо, в том Чтоб тебя понимали Главное, видимо, в том Я не хочу, чтобы в сердце копилась усталость О несчастной любви Не давить и на жалость Не могу больше слушать Тема достала Мне для счастья, поверь Нужно так мало Чтобы в сердце стучали Хоть малый и бочка И была не поставлена точка Шубеду, хали-гали Главное, видимо, в том Главное, видимо, в том Главное, видимо, в том Главное, видимо, в том, чтоб тебя понимали. Браво! Скупая музыкантская слеза сейчас у многих выкатилась и артистов, которые злутают Странный ФМ, смотрят Странный ФМ. Ну, это роскошно, это действительно со знанием предмета, Сашка, вот так по-другому не напишешь. Ну, в общем, да, конечно. Алена Свиридова, телерадиоканал Странный ФМ, концертный зал программы, поем, живьем, общаемся и перед уходом на песню мы стали говорить про Гришу, который сейчас в кадетском корпусе. Ну, как? Сыну-то самое главное нравится? Мама довольна, понятно, счастлива. А Григорий сам что? Ну, дело в том, что это же все-таки та же школа. Вот скажите, кто из нормальных детей любит школу? Единицы, конечно, это скорее исключение. Да, да, наверное. Поэтому то нравится, то не нравится, что-то нравится, что-то не нравится. Ну, во всяком случае, то, что это, ну, учится самостоятельности, вообще, ну, много чему такому хорошему мужскому. Понимаете, никогда вот дома мамки и няньки, которые бегают, и им хочется, наоборот, чада оградить от всего. Я страшная, ужасная мамаша, которая говорит, нет, трудности в молодом возрасте мужчине полезны. Он их преодолевает, выковывает правильный характер и вообще вот так. Ну, мне кажется, он еще и просто потому, что послушный очень сын. Вот видно по интервью, которое есть там в интернете, как он неврядно трогательно отзывается, с каким восхищением, уважением к маме своей относится. Я думаю, что он, конечно, еще во многом прислушивается. И важно, чтобы мама вот довольна была, да, его обучением там. Ну, поговаривайте о том дальше, как складываться. Ну, вы знаете, я не знаю, то есть моя задача показать вот различные как бы пути, которые есть. Я даже сказала, Гришка, ты можешь не быть никаким военным, если тебе это не захочется, зато ты сейчас поймешь, что это такое. И даже если ты не поступишь в институт, ну, мало ли что случится, да, и тебя заберут в армию, ты уже придешь как дедушка туда, ты будешь вообще все знать и понимать. Ну, очевидно, да, что музыка — это не Гришна конек. Мне кажется, у Гришна, у него много какой-то актерской такой сути. И я говорю, ты представляешь, какой у тебя будет опыт уже, ты можешь, это же очень ценный. Все военные фильмы. Да, актерский такой вот военный как бы опыт. То есть в копилочку, в копилочку это все собирается. Да, в эту копилочку, в общем, мы иметь им, ну, надеюсь, пока ничего не буду говорить, но как сложится вообще. Главное, чтобы человек был счастлив, а счастлив он только тогда, когда он занимается любимым делом. Вот как мы с Евгением, например. Вы молодцы, по вам видно, вы цветете и радуете нас сегодня своим пением. Ребята, не хочется прерывать, да, в локальную часть, в следующий номер нашей программы. Сейчас мы вам будем тогда петь самую дурацкую песню у всех времен и народов. Ну, здрасте, зачем это так? Что это? Раз, два, три, четыре. Ночь уплывает серебристой рекой. О, как мне быть я потеряла покой. Где же ты бродишь, я хотела бы знать. Кто та девчонка, что с тобою опять? Я не скажу ни слова, лишь в глаза взгляну тебе сном. Замру, вздохну, опять замру. Сама себе тихо скажу. Ах, ты, бедная овечка. Что же бьется так сердечко? Ах, ты, бедная овечка. Что же бьется так сердечко? Это любовь, наверное, любовь. Это любовь, я знаю точно, любовь. Что происходит, я хотела бы знать. Как я могу вторые сутки не спать? И делать вид, как будто мне все равно. Гродко смеяться, где совсем не смешно. Я не скажу ни слова, лишь в глаза взгляну тебя снова. Замру, вздохну, опять замру. Сама себе тихо скажу. Ах, ты, бедная овечка. Что же бьется так сердечко? Ах, ты, бедная овечка. Что же бьется так сердечко? Ах, ты, бедная овечка. Ах, ты, бедная овечка. Что же бьется так сердечко? Ах, ты, бедная овечка. Это любовь, наверное, любовь. Это любовь. Это любовь. Конечно же, любовь. Это любовь. Я знаю точно, я знаю точно, я знаю точно, я знаю точно, любовь. Ах, ты, бедная овечка. Прекрасно. Алена Сиридова, программа концертный зал, телерадио, канал «Страна ФМ». Алена, потрясающая песня. Ну почему самая дурацкая песня всех времен и народов? Психотерапевтическая песня. Да, да, точно. Она, кстати, была написана на жизненных событиях, на реальных событиях или как? Ну, на самом деле... Ну, она была очень смелая, я прекрасно помню, когда она появилась в своем доме. Ну, просто я очень часто употребляю это слово по отношению к себе, действительно, да? Бедная овечка, так и говоришь? Ну да, бедная овца, там, вот это вот, то есть... То есть, да, ну, в оригинале это грубо. И когда я ее написала, честно говоря, я вот думала, что, наверное, она такая глупая, это так ужасно. Мы что-то записали, и так вроде поржали, а потом как-то уже слушаем, и что-то и не смешно. Плакать хочется, конечно. И я пришла на радио... Не было ощущения, что это будет мегахит? Не было, вообще не было. Я пришла на радио, мне говорят, ну, а что новую принесли? Я говорю, ну, такая дурацкая, мерзкая, давайте я даже не буду вам ставить. Я говорю, да ладно, ну поставьте. И я поставила, и там мне сразу... Так ты что, это же очень круто, там, оторвали с руками, и она сразу разлетелась по стране. Такой клип был шикарный, вообще веселый, яркий. Да, Федя Бондарков снимала. Это была очень яркая краска, что песня, что клип везде, где бы она не появлялась, на каналах в эфире, радиоэфиров. Это все, конечно, отличалось очень. Правда, вот Рома сегодня сказал, он был диджеем, просто работал в тот момент в дискотеке. Я сказала, что песня классная, Алена классная, но песня в дискотеку никак... Никак, никак, вот да, но тем не менее песню любили. Просто не умеют поставить дискотеку. Да, да, да. Пусть попробуют. Алена диджей, значит, был такой. Да, плохому диджею песни мешают. Ровно, извини, Лотто. Я вообще-то, слушайте, мне песня нравится, и вот в таком виде она нравится еще больше. Она, кстати, и написана была, да, вот, наверное? Да, она была написана точно так же, да. На самом деле, как бы все вернулось к истокам. Ну а сейчас? Аля, ну вот совершенно банальный вопрос, но это действительно очень интересно узнать. Вот сегодня Алена Сверидова, когда сочиняет что-то, как это происходит? Я имею в виду, листочек, ручка, что-то должно быть вечером, муза должна прилететь или нет? Или просто хочу про это написать, сажусь и пишу? Нет, надо просто вот сидеть и что-то... На самом деле, у меня проходит такой период накопления информации. Вот я сижу, что-то читаю, там, смотрю кино, хожу на выставки, читаю стихи, слушаю, 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 смотрю. Потом начинаю заниматься вот усиленно, что-то вот сидеть, заниматься там, либо на рояле, либо... А потом оно как-то раз, вот, и... И стихи и музыка. Как правило, да. Как правило, какая-то сразу история, зацепка, идет какой-то образ. И дальше я просто вот как за ниточку ее дергаю, и она прям моментально вот уже вся пишется. Сейчас бусики получаются красивые. Да-да-да, вот просто ты как будто... Ну, я часто употребляю вот это выражение, как будто ты там настроился антенкой, да, на это поймал и просто вытащил. В общем, твоей заслуги здесь ровно никакой нет. Ты как медиум выступил, вытащил. Следующий результат вытаскивания сейчас у нас в программе концертный зал. Песня называется «Просто кончилась зима», кстати. Вот тоже одна из первых написанных мною песен. Отлично. Ночь Ночь Нас подождет, не зажигая огня, с тобой сияние звезд. Здесь так хорошо. Не потревожит сон, сомнение стон и жалобный перезвон. Видно теперь со мной ангел-хранитель мой. Вот здесь, наконец, я обрела тебя, мы долго были в пути. Все, все позади. Больше не надо нам бояться звука шагов ночи глухой И узнавать в толпе твой силуэт и хватать пустоту. Просто кончилась зима, кончилась зима. Просто кончилась зима, кончилась зима. Но в дальнем краю светится дождь во мгле, играя с мокрой луной. Дай руку свою, я расскажу тебе, как быстрая тень манила вслед за собой. Но наступил тот день, и мы нашли дорогу домой. Просто кончилась зима, кончилась зима. Просто кончилась зима, кончилась зима. Просто кончилась зима, кончилась зима. Какое же счастье, что зима действительно кончилась, и что сегодня у нас гастрон Холен Сиридов. Дорогие друзья, внутри этой хрупкой блондинки целая вселенная. Спасибо, спасибо. А Рома редко такие слова иногда говорит. Раскошно, спасибо. Моя любимая песня. Спасибо, друзья, да. Алёна, расскажи вам, пожалуйста, как старший сын поживает? Что-что? Старший сын как поживает? Он прекрасно поживает. Жаль, что он далеко поживает от нас. Он в Штатах живет, да? Нет, он в Канаде поживает. А в Канаде, да? Это вот, на самом деле, моя печаль, мне очень не хватает его. Он с папой там живет. Да, да. Ну, поскольку вот как-то нам сейчас с ним очень хорошо. Вот как-то у нас полностью совпадают какие-то идеи, суждения, вкусы, пристрастия. Вот он такой хороший мой дружок, прям вот закадычный. И с младшим же они ладят очень хорошо. И с младшим, да. В общем, когда мы вместе, у нас просто прекрасная компания такая развеселая. Ален, в этом году уже юбилей творческой деятельности. Ох ты, внимание. Опять очередной 25-летие на этот раз. Давайте мне наденем лавровый венок из лаврушки. Ну, я хотела поинтересоваться, планируешь ли ты что-то по этому поводу? Потому что был на 20-летие большущий концерт, красивый, грандиозный. Да, вы знаете, я хочу осенью сделать действительно тоже такой большой концерт, в котором основная будет история. Это все-таки вот такая акустическая. Мы немножко, конечно, расширимся, но оставим вот такое вот звучание, такое струнное. И альбом, который я записываю, он тоже будет называться «Струнный альбом». Вот такое вот интересное название. Долго я долго думала, но вот это наиболее точно отражает. Красиво. В общем-то и просто, и очень красиво в то же время. Вот, друзья мои. И, кстати, вот если я сегодня еще не сказала, то... Да, или сказала, уже забыла. 25-го концерт, да, приходите к нам в этом. Вся информация в соцсетях есть, конечно. Да, заодно и 25-го марта заодно и послушайте вот это все. Будет побольше песен, естественно. Ну да, мы играем где-то час сорок вот так вот. Ну, люди уже хорошо воспринимают. Они уже привыкли Алену Сверидову с гитарой в акустике видеть на концертах? Нет, те, которые пришли, они, конечно, сначала просто у них такое... Думают, что сейчас это закончится, и сейчас... Ну, дело в том, что написано, это одно. Не всегда то, что написано, да, соответствует действительности. Не всегда они читают то слово акустика. Они видят Алену Сверидова, а все остальное дальше... Ну да, мало ли там как бы что. Никто не ожидает, что... Ну, я все время играю. И никто не ожидает, что это так получается как-то близко. Камерно очень, да. Камерно, да. Ну, камерно в данном случае это... А души к душе тут, мне кажется. Душевно, да. Хотя вот когда ты с большим составом, ты тоже душевно, но просто там больше залы и большее расстояние между тобой и публикой, поэтому... Вот такое впечатление, что каждому вы поете, да. Да. На самом деле это пришла мне идея, когда вот мы ездили нырять, вот, кстати, и с Андреем Макаревичем. И потом вечером все собирались в какой-то компании, как правило, находилась гитара, и мы вот каждый вечер устраивали такие песенные посиделки. И все были настолько счастливы, что, в принципе, вот эта идея, она витала, и перенести этот кубрик. Ален, Рома, Женя, мы должны прерваться. Скоро вернемся? Хорошо. Буквально через день. Страна ФМ. Все к лучшему. Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Дорогие друзья, мы продолжаем. Сегодня у нас очень весенний, очень светлый концертный зал. В гостях у нас заслуженная артистка России Алена Свиридова. Алена не раз говорила в своем интервью, что ей удалось сохранить вес с 18 лет. Это правда или чуть-чуть? Да, это правда. Ну, последний год это неправда. Я наела лишних 3 кг. Интересно. Ну, на самом деле, это видно. На мне это видно, да. Но впереди пляжный сезон. Ну, впереди пляжный сезон. А вы знаете, мы не успеваем. Вот сейчас у нас такая сидячая, получается, работа в студии. Когда мы сидим, поиграем, опять сидим. Да, теперь из гитары тоже. Когда репетируем, тоже сидим. Когда играем, сидим. И вот, конечно, это для здоровья не очень хорошо. Но все равно на концертах же теряются калории 30 кг, все это нервное напряжение. Но зато у Алены съемки и эфиры в день по несколько. Поэтому перебеги как раз, перебежки. Ну, да. Я думаю, что она просто надо встать и как-то стоя это делать. Будет веселее. Есть какой-то урок позитива по жизни от Алены Сверидовой? Позитива? Да, утверждения, какие-то самоустановки, которые помогают находиться в такой потрясающей солнечной форме. Ну, знаете, жизнь ведь действительно прекрасна. Потому что вот все, из-за чего люди расстраиваются, это такие пустяки. Дело житейское. Поэтому даже не стоит расстраиваться. А если вот не расстраиваться по ерунде, то ты увидишь, что действительно все хорошо и весело. Вот мне говорят, что мы уже, к сожалению, успеем только одну песню спеть. Или если очень коротенькие, то две. Мы тогда играем... Слушайте, мы играем самую главную песню нашу. Самую какую? Самую главную. Да, наверное, тогда давайте... Так, друзья, если кто-то может сразу вот прямо в течение первых десяти секунд позвонить в эфир и угадать какая-то песня, вы получите приз от студии. Ну, первых десяти, потом, когда я уже пою, уже не считаются ваши звонки. Ну, давайте, восемь четыре девять пять, двести семьдесят шесть, ноль восемьдесят девять и девять. Ну, что угадали? Ну, что угадали? Здесь никто не станет лишним. Ты узнаешь, что возможно, здесь не думать о разлуке, и не вздрагивать тревожно, и не маяться от скуки, и не помнить о расплате. Не играть и сбросить маску, мы найдем любовь и ласку. Розовый фламинго, дитя заката, Розовый фламинго, здесь танцевал когда-то. Может, в жизни прошлой мне трудно вспомнить, Думай о хорошем я могу исполнить. Думай о хорошем фабуда-буда Только о хорошем фабуда-буда Думай. Очарованный скиталец Только ты сумеешь вспомнить Этот прошлой жизни танец Что дано тебе исполнить? Ты ведь видишь, мы с тобою Не отбрасываем тени Это царство привидений. Это правда, что возможно Здесь не думать о разлуке, и не вздрагивать тревожно, и не маяться от скуки, и не помнить о расплате. Не играть и сбросить маску, Мы нашли любовь и ласку. Розовый фламинго, дитя заката, Розовый фламинго, здесь танцевал когда-то. Может, в жизни прошлой мне трудно вспомнить, Думай о хорошем я могу исполнить. Думай о хорошем фабуда-буда-буда Только о хорошем Розовый фламинго, совершенно неожиданная подача в манере. Любимый наш фламинго. Спасибо, Алена. Спасибо, друзья. Алена, очень хотела узнать, вот у нас совсем мало времени остается, мы еще успеем спеть песню, кстати, если можно. Успеваем, да. Вопрос, вот когда переехала ты в 1993 году в Москву, из Минска, и было очень сложно, и был, конечно, период вот этот вот всем показать, рассказать, доказать. И сегодняшний день, вот в целом, ты довольна очень этим периодом, который был в твоей жизни? И как все сложилось в итоге? Да я вообще, честно говоря, всем довольна. И как сложилось, и, я надеюсь, как сложится, и… Как все складывается. Действительно, вы знаете, даже те вещи, которые мне не нравились, я понимаю, что они мне тоже были необходимы. Вот, и сложности, и трудности, и, как бы, вот, я за сложности. Ну, самое сложное было, самое прям вот. Самое сложное? Да. Это было в самом начале, когда ты уже в своем городе, ну, у тебя есть какое-то имя, какой-то репутация, и когда ты приезжаешь в Москву, и ты становишься вдруг… Зеро. И никто тебе не верит. Угу. То есть, и вот это такая вот переоценка ценностей, и, в общем, это сложно. А сейчас было бы проще, вот, интернет, вся вот эта вот такая медиа-структура уже цифровая? Ну, сейчас, я думаю, что все очень сильно изменилось, да? Сейчас у нас больше возможностей, но ты должен, наверное, предоставлять продукт, который может пробить, ну, все слои населения. Тогда интернет просто тебе в помощь. Раньше было проще, был уже канал. Если ты уж туда попал, то тебя все услышат. Ален, спасибо большое. Двадцать пятого марта, напомним, пожалуйста, где еще состоится концерт. Это клуб Метца Форте. Друзья, двадцать пятого марта. Алена Сверидова. Приходите. Обязательно. Да, ждем также альбом. Акустика струнная. Называется струнный альбом. Так и называется. Эмбелийный концерт в восемнадцатом году. И концерт, конечно, который будет осенью. Алена Сверидова, заслуженная артистка России. Программа «Концерт издал», телерадио канал «Страна.ФМ». Жень, спасибо огромное тоже. Потрясающая программа. Спасибо, друзья. Мы песню «Пока» что-нибудь успеем доиграть, я думаю. Пока, пока уплывают на юг облака. Пока, пока. И течет на север река. И мы больше не связаны, Грустить не обязаны. На-на-на-на-на-на. Вот и все. Шутки в сторону. Нам с тобой было здорово. Только жаль между поровну. Ты разделишь любовь. Ничего не получится. Ни к чему было мучиться. И теперь дело случая, что мы свидимся вновь. Пока, пока. Бесконечная даль высока. Пока, пока. Вот тебе на прощанье рука. Буду помнить хорошее. Что ж, дело прошлое. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Вот и все. Шутки в сторону. Нам с тобой было здорово. Только жаль между поровну. Не разделишь любовь. Ничего не получится. Ни к чему было мучиться. И теперь дело случая, что мы свидимся вновь. Пока, пока. Знаю точно, наверняка. Любовь жива. Для меня не просто слова. Все гораздо серьезнее. Что ж, время позднее. На-на-на-на-на-на. Вот и все. Шутки в сторону. Нам с тобой было здорово. Только жаль между поровну. Не разделишь любовь. Ничего не получится, ни к чему было мучиться И теперь дело случая, что мы свидимся вновь Вот и всё, шутки в сторону, нам с тобой было здорово Только жаль мне, что поровну не разделишь любовь Ничего не получится, ни к чему было мучиться И теперь дело случая, что мы свидимся вновь Вот и всё Было здорово Нам с тобой Пока 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 Дорогие друзья Спасибо, что были с нами Класс Это было действительно здорово Алена Сверидова, Евгений Таратай Спасибо за эти волшебные звуки Программа концерта Зал, телерадиоканал, страна FM До новых встреч Отличного вечера всем Алена, ждем всегда, всегда В Москве Девятнадцать часов